Сотрудники регионального управления антимонопольной службы рассказали журналистам о итогах работы за прошлый год. В 2012-м в ведомство поступило 192 заявления о нарушениях законодательства. Одно из важнейших направлений – нарушения в сфере ЖКХ, в том числе и гражданами, которые каким-либо образом влияют на конкуренцию. Кто-то обратился в сетевую организацию за подключением технологическим присоединением. Это никак не влияет. Да, его права ущемлены, если, скажем, в какой-то установленный законом срок, его заявление не рассмотрели, либо потребовали документы непредусмотренные, или какие-то справки непредусмотренные законодательством. Но это никак не повлияло на конкуренцию. И согласитесь, применять административный штраф в виде оборотного штрафа, многомиллионный, по данному составу, наверное, это не совсем соответствует тем задачам. Выявлять нарушения в сфере рекламы антимонопольщикам помогает население. Общая сумма штрафов для нарушителей в этой сфере составила более миллиона рублей. Дезинформируют, к примеру, финансовые организации. Указывают только привлекательные условия для заемщиков, а вот негативные моменты умалчивают. Раньше этим грешили в основном банки. Теперь все чаще юридические лица, оказывающие финансовые услуги. Это, например, ООО «Срочно деньги». Находятся они в Нижнем Новгороде, зарегистрированные в Нижегородской области. Привлекли мы их к ответственности в июне 2012 года. Наложили на юрлицо штраф 100 тысяч на должностное 4 тысячи. И с тех пор с приставами нижегородскими мы их разыскиваем везде. Ни их, ни имущества, ни штрафов, ничего. Жалобы поступают и на рассылку смс-рекламы от сотового оператора без согласия абонентов. В отношении одного из операторов даже было возбуждено дело. Ответчик признал свою неправоту.